Музею скоро будет в 90-м. В 1932 году он ведет свою историю. Сейчас является филиалом Тверского государственного музея. В 80-е был закрыт на реконструкцию и открылся вновь только в 2005 году. Поэтому относительно современно нас любили. А здесь мы сейчас представляем выставку о пребывании Юрия Алексеевича Гагарина в Вышнем Волочке. Это было в 1964 году по приглашению нашей знаменитой Валентины Ивановны Гагановой, героя социалистического труда, которая была лично знакома с Юрием Алексеевичем Гагарином. Мы можем видеть на многих фотографиях. И по приглашению за рабочим станком Валентина Ивановна Юрия Алексеевича пробует повторить движение нашей знаменитой прядищицы. Это событие, о котором до сих пор Вышний Волочайник вспоминает. Каждый раз к 12 апреля у нас появляются какие-то новые материалы об этом. А вот в книге Бориса Абрамовича Рапопорта «Песочные часы. Шлен Союза писателей России» он вспоминает о том, как присутствовал на этой встрече. Ему удалось тогда сделать фото у Юрия Алексеевича, он был мальчишкой еще, и получить автограф у знаменитого космонавта, когда тот принимал участие в пятом городском слете ударников и коллективов коммунистического труда. Абрамовича была тогда в Тиагне. Ну, это большая отдельная прустица. Ну, а начинаем мы с истории действительно Вышневолодской водной системы, о которой в нашем городе когда-то тамбовский поэт Иван Шамов сказал так. Не в Италии, не в Греции этот дипно-старичок, а в России есть Венецию, город Вышний Волочок. Вообще город расположен на водоразделе рек Волга-Каспийского и Балтийского водных склонов. Вот давайте на карту посмотрим. Река ЦНА по центру Волочка проходит, несет свои воды на север, впадает в озеро Мстину, из него вытекает река Мстана, далее идет у нас Фильмий, Волхов, Ладожское озеро, Невая и Балтийское море. А река Тверца прямо в противоположном направлении, да, на юг, в Твери, в центре впадает Волгу, и Волга, соответственно, в Каспийское море. Вот этот путь был известен очень давно, но не было водного пути между Циной и Тверцой, не соединялись, и приходилось на расстоянии порядка 10 верст тащить сюда Волоком. Но наш Волок считался небольшой, а большой был обход бараллических порогов, там более 90 верст, поэтому наш маленький был, да, его и назвали не Волок, а Волочок. Не Волок, а Волочок. Тот нижний, вниз по течению мсты, а наш в Верховьях, да, и в названии появилось слово Верхний, Вышний Волочок. Но особое развитие селения приобретает в начале 18 века, 1703 год, Петр Первый основывает, да, отвоем будет, потому что едут в Санкт-Петербург, в будущем начинается развитие города как столицы, и нужны надежные транспортные пути. В то время Петр за то, чтобы водные пути развивать. И по указу Петра Первого от 12 января 1703 года начинается строительство канала, первого в России искусственного судоходного канала, соединившего Сну и Тверцу. А мы сейчас с вами в Петрофском завтраке. Здесь нас встречает бюст императора Петра Первого. У нас гипсовый, а точно такой, но бронзовый. Само-биноколо администрации города Вашний Волочок в 2007 году, автор Злотин Юрий Викторович. Здесь же мы видим документы, материалы о первом упоминании Вашнего Волочка. В 1437 год митрополит Исидор путешествует в Италию на Ферраро-Флорентийский собор из Твери, из Москвы до Твери, из Твери, такток и Вашний Волочок. О чем? Об этом есть запись. Это литературный источник. Именно он считается первым упоминанием нашего сибиря. Здесь же первое изображение Вашнего Волочка 1661-62 годы сохранился в альбоме австрийского путешественника Мейерберга. Странички из походных журналов императора Петра I за 1697-1700 с упоминанием о том, что он проезжал через Вишний Волочок. Останавливался. А эта страничка из ветки, секретуры наше селение упоминается. Там 1437-й, тут 1471-й. Вот этот интересный махер, на котором представлен план Вышневолодского яма. Махерка с плана, да? Вышневолодский ям, почтовая станция. И дорога из Москвы в Петербург и Новгород, как и тогда, проходила через Вишний Волочок. Здесь были дома немщиков, кузницы, трактиры. Но для того, чтобы канал построить, Петр I приглашает иностранных специалистов. Это были голландцы, итальянцы, англичане поучаствовали. У нас сейчас краевед очень внимательно знакомится с архивными документами, вот этими первоначальными. Но в основные работы, конечно, проводили крепостные крестьяне со своими подводами. До 10 тысяч человек их приглашали. А протяженность канала, длина его 2811 метров. Ширина 15 метров и глубина 4 метра. И вот весной 1709 года, когда пошло движение по каналу, это было, конечно, радостное событие. Голландцев наградили, они уехали. А после весны наступает лето. А что с нашими реками летом? Реки Милей, вода уходит. И это, кроме того, никто не отвечал за канал. Проходит время, и встает вопрос о закрытии движения через Вышний Волочок. Потому что никто за ними не следит. Ивом зарастают, шлюзы выносят полой водой. В чем-то, наверное, ошибка голландцев, потому что они-то привыкли работать в условиях моря. А у нас здесь водораздел. Очень особенности такие большие. И в то время, когда уже стоят вопросы о закрытии, на арену выходит Михаил Иванович Сурдюков, которого мы считаем подлинным создателем нашей Машинологодской водной системы. Ну, может быть, уже это имя вам знакомо. Посмотрите на портрет Михаила Ивановича Сурдюкова. История его очень интересная. Он родился очень далеко отсюда. Сейчас это территория Бурятии, Южная Забайкария. Его уже после смерти крестного отца примечает Петр I. И что понравился? Расторопный приказчик, знания механики проявляющие. И его записывают в Новгородское купечество. Дают ему больную, записывают в Новгородское купечество. И в числе прочих он снабжает преддовольствием тех, кто строит Вышневолодский канал. И все проблемы с Мелководием, они на его глазах. И в 1719 году он решил обратиться к Петру I со своим донесением, как можно исправить ошибку голландцев. Вот часть этого донесения у нас представлена. План гидротехнических сооружений. И в Вышневолочке тоже предложил император. Тот приглашает его в Петербург. Эта встреча состоялась. И если вы были у нас у вокзала, там памятник Петр I и Сердюков. Все понравилось императору. И Сенат издает указ об отдаче Вышневодского водного судоходного пути в содержание Сердюкова. В частную собственность, как мы бы сегодня сказали. И Петр I дарит ему на прощание книгу о способах творящих водохождение рек свободной. Кстати, с Петром I знаком был достаточно близко. Вот у нас есть еще представлена страничка из походного журнала «Императора» за 1723 год. Что образуется искусственный запас воды? Водохранилище. Первое в России, некоторые говорят первое в Европе. Его гениальное изобретение. И в тот момент, когда суда выстроились, плотина отрывается. И вода с анателком поступает в центральную часть города. Там уровень душ. По одной из легенд, за две недели уровень воды поднялся на 50-52 сантиметра. И потом только остается открыть шлюзовые ворота, и опять большой водой уносит сюда, в Петербург. Мы с вами вот здесь сейчас окажемся. У нас есть макет, который иллюстрирует шлюзовые ворота. Но у нас сохранился дом Михаил Иванович Сердюкова на берегу созданного им водохранилища. У него дома были еще и в Новгороде, и в Санкт-Петербурге. Вот мы примерно показываем интерьер кабинета в доме Сердюкова в Петербурге. Не подлинную мебель, но мебель 18 века. На портрете мы видим дочь Михаила Ивановича Сердюкова в заморозке. Ее фамилия была Раполинская Елена, ее звали. В 1772 году Мышневолочек становится центром Мышневолочек. Мышневолочек, центром Мышневолочек, центром Мышневолочкого уеда. Он был очень большой сейчас, эта территория и Домельского, и Спировского, и часть Фировского районов. После Екатерина II приезжает в Бышневолочек, Александр Николаевич Годишки, в своей книге «Петешествия с Петербурга и Москвы». Он в том числе описывает и «Наш город» и начинает с красивыми словами. «Никогда не проезжал я сего Нового города, там и не посмотреть здешних шлюз». Но тогда еще это был новый город по тем временам. К нам Екатерина II, мы возвращаемся к ее путешествию, приезжала в Калете, на лошадях. А вот за порогами баровичными ее ждала такая замечательная барка, специально для этого выезда построена. А барка каким образом передвигалась? Впереди шла лодка на лист и тащила ее на буксире. Но Екатерина путешествовала не одна. Следом было 30 судов, целая флотилия. Придворный, послы иностранные, свой художник и, конечно, личный секретарь. Стат секретарь Екатерины II Александр Васильевича Храповицкий, внук Сердюкова, сын его дочери Елены. А теперь посмотрите, в вашем секретарь Екатерины, выглядели вышли ночью в середине 19-х годов. Акварель, подлинная, находится в Егоринском историко-художественном музее. Вот мы с вами где-то вот здесь, если пройти через скрет, то вот наш Богорельянский собор. Но сегодня собор выглядит по-другому. Он был перестроен, это еще до перестройки. Вот Петербургский мост. И эта дорога, которую я показываю, шоссе, которое прошло через Вышний Волочок в 1830-х годах. Между Москвой и Петербургом, первая в России, была отличная дорога. Ну а все, кто проезжал через город, не проезжал, а проплывал, можно сказать, да, они должны были посетить контору водных или водяных коммуникаций. Здесь интересное, ну мы примерно это все представляем, интересен вот этот экспонат, сейф, сундук. Можно подойти поближе, посмотреть, какие запоры на крышке, вот здесь вот, да, все это работало, деревянный, обид, металл, ну, утонут-то утонут, утонет, но сгореть уж точно не сгорит. Сейф, сундук, стоят органы, которые делают коммуникации. И еще здесь интересен макет вот этой лодки, называется она лодка-вышневая лодка. Черная, потому что просмоленная. Если посмотрим на этот бар, то это город Вышний Волочок, это первый в России искусственный канал судоходный. И в нем барка. Не баржа, не баржа, а именно барка. Так называлось грузовое судно, которое ходило по нашим ритмам и каналам. Мы видим макет этой барки масштабом 1 к 10. Размеры барки оговаривали специальным указом. Она не должна была превышать 36,6 метров в длину. Но вот можете потом, когда будете ходить, характеристики еще посмотреть. 8 метров в ширину и невысокие бортики, меньше полутора метров, с плоским дном. Мы поднимались вверх по Волге. Кто тащил? А в Волге тащили? Так, как у Репина, так, как у Некрасова. В Твери нанимали канаволы. И уже лошади по Тверце, опять против течения, до Вышнего Волочка тащили нашу барку. А дальше все вниз по течению. Казалось бы хорошо. С плавным судоходством, но пороги. Настолько серьезное препятствие, что в нашей Вышнем Волочке приходилось переоборудовать. Первое, это руль убирали. Дальше снабжали барку вот такими веслами. Доходили барки до Твери, до Петербурга. А дальше что? А дальше их разбирали. Разбирали на дровах. Или просто оставляли, если не удавалось продать кому-то. Одноразовые они были, потому что обратного хода не было. А вот когда прошла железная дорога, сначала Москва в Петербург, в 1851-м, потом Благой Рыбинск, и значение нашей водной системы Рейско-Парас. В 1943-м году, в разгар Великой Отечественной войны, государственный комитет обороны СССР принимает решение о реконструкции Вишнановской водной системы. И главная задача, которая была поставлена, перенаправить воду с Балтийского склона на Южный. На Ворске, да? Почему? Нужно поддерживать уровень воды, Волке. И дать воду Москве. В годы войны, чуть-чуть похоже, задачи были выполнены. У нас значительно увеличилась площадь Вишнановодского водохранилища. В Петербурге она была всего 6 квадратных верст. Потом была реконструкция в начале 19-го века, там было 60, а сегодня, вот это военная реконструкция, 1189 квадратных километров. Огромная территория, и площадь водохранилища в два раза превышает площадь современного Вишнановодского лачка. Тогда же была построена Ленинградская дамба, ездили в Питерс, видели, да, выезде из города слева. И тогда же был прорыв Ново-Тверецкий канал. Канал вообще орыли в 44-45-м годах. Протяженность его 5 километров, воду из водохранилища он подает в Тверцу, дальше Волга и, в общем-то, Москва, конечная точка. От 8 до 10% всего объема московской воды, это наша вода Вишнановодская. Вот такое значение имеет наша водосистема сегодня. Ну, наверное, когда вы въезжаете, да, из Твери переезжаете первый канал, вот слева можно увидеть нашу небольшую гидроэлектростанцию, которая в 49-м году была построена, и тогда она обеспечивала электроэнергией город Раин. Сегодня, конечно, уже значение видно не столь велико. Ну, а все 26 гидротехнических сооружений продолжают работать, причем и на Волгу, и на Балтику воду можно подавать. Вот у нас особенно Сминский канал, мы видим, когда его перекрывают, значит, вся вода в основном идет на скву. А если воды очень много, водохранилища там весной или дожди, то и по Сминскому каналу спускают в сторону Петербурга. Приезжайте, у нас всегда очень много выставок. Выставки интересные, декоративно-прикладные, и вот я вам говорила, да, там сейчас машинки у нас, здесь у нас стекло, живописьмо. Очень-очень-очень люблю. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.